В белорусском обществе также развернулась достаточно широкая дискуссия о том, какого Быкова знает Беларусь, какого Быкова знает Украина. И я бы хотела, Олена, узнать ваше мнение по этому поводу. Когда меня пригласили на это интервью, я сначала так подумала, что именно на этом будет главный какой-то фокус разговора с человеком, приглашенным от Беларуси. И я хотела сначала отказаться, потому что я думала, что это вообще сейчас не вопрос, о котором стоит, в принципе, говорить. Это не важно. Но я вот когда сказала об этом коллегам, одна из них сказала, так иди и скажи это, потому что я подумала, действительно, почему бы не прийти и не сказать это, ведь может прийти кто-нибудь, кто может всерьез начать это обсуждать. Я думаю, что Украина, в ней достаточно много интеллектуалов. И когда придет время, они могут еще раз подумать или пересмотреть, что нужно, что не нужно. Но на самом деле это только их дело. И в Беларуси настолько много своих проблем, в России настолько много своих проблем. Сейчас время, как мне кажется, что касается Украины и отношений с Украиной, то время молчания. И что мы можем предложить, это только свою любовь, но не такую навязчивую, которая будет бежать за людьми и просить там прощения, еще чем-то. Может быть, знаете, можешь перевести денег, переведи денег. Можешь помочь как-то практически, помоги. Но не выставлять какие-то претензии или обиды. Потому что я встретила как раз после этого приглашения женщину. И она представилась мне как... Она журналистка вообще-то, но она, понимаете, человек потерял идентичность. Если человек представляет себя Светлана, я беженка. И это сразу все обрывает внутри. Какие могут быть вопросы вообще. Я просто... Ну, у меня было желание только обнять ее. И мы обнялись. Мы встретились первый раз. Мы поговорили там, может быть, полторы минуты. Но мы очень крепко обнимались и молчали. И я пожелала ей сил. Это не время говорить о Василии Кокове. Время, понимаете, сейчас. Украина в ситуации насилия. Когда ворвались в самую твою суть, как вот тело, да. И когда человек, который подвергнулся насилию, он хочет остаться собой. Осмыслить свое тело. Где я нахожусь? Где мои границы, которые были так проломлены? Меня никто не спросил, можно ли это сделать. И хочется ведь оторгнуть все лишнее. Где я? Найти себя. Вот я бы еще... Это что касается отношений с Украиной. То есть только это, только любовь и помощь практически. А что касается... Я хотела бы прокомментировать вот предыдущие разговоры о роли русского языка. И вот Дмитрий упомянул его роль как средство международного общения. Проблема с русским языком, даже в самой этой роли, в ней нет выбора. А ведь для белорусов, для украинцев многих мы ведь не выбирали его знать. То есть это было решено кем-то до нас. И это язык колониальный, безусловно. И Беларусь это колониальное общество, колонизированное. И эта колонизация была произведена с помощью русского языка. И он был очень экспонсивен. И поэтому я считаю, что за границами России время русского языка также помолчать. И вот это вот молчание, это очень сложно дается нашим российским соседям, к сожалению. Некоторые это могут делать. И я очень ценю это. Когда люди понимают, что молчание это трудно, это осмысление своей роли. А вообще умение слушать, это такое редкое качество. Послушать того, кому больно, и не спешить высказать свое мнение. Роль русского языка сейчас, она исключительно в России, я считаю. Это разговор со своими гражданами. Разговор, видите на своем языке разговор о том, что сейчас происходит. Пытайтесь осмыслить это. Но за границами России, вот я ожидаю того, что интеллектуалы российские поймут, что время все-таки для размышлений и для молчания. И они найдут силы в себе помолчать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...